Сегодня я выложу в ютубе, как я провела этот день. По плану я хотела сходить в музей, Государственный музей городской скульптуры, но получилось таким образом, что там было закрыто, и мне пришлось поменять свои планы. Так как я была недалеко от Невского проспекта, то зашла в магазин «Одевай Вэа», и об этом магазинчике я вам расскажу. Так, вот я вам показываю витрину магазина «Одевай Вэа». И сейчас мы сюда зайдем. Если у меня получится, я сфотографирую, как на мне смотрятся эти модели, и вы мне поможете что-нибудь выбрать. Договорились? Это адрес... Сейчас я вам покажу. Тележный переулок 4. Итак, первая модель на мне. Не знаю, как называется. Кимоно, по-моему, да? Да. Бордового цвета, модного, как сейчас называется. Вива Маджента, да? Ну, похоже так. Вот. Значит, что хочу сказать. Я думала, длина будет волочиться и будет не очень красиво. Но, в принципе, ничего. Если добавить каблучок, вообще будет хорошо. Так, и размер здесь 58. Он мне чуть-чуть все-таки маловато. Сейчас поближе подойду. Ну, так вообще выглядит очень даже прилично. Так, смотрим вторую модель. Так, это пуховичок розовенький. Сказали, что остался последний. Это размер тоже 58. Но я в нем чувствую себя очень просторно. Он очень легкий и какой-то объемный. Мне, наверное, немножко... Мне, наверное, немножко надо рукава закатать. А так? Не, я уже как бы поняла. Не снимайте. Так ничего. С брюками, конечно, будет лучше. Но какая я все-таки большая. Ужас. Так, вот хочу показать вариант серый, дымчатый. Но мне такие цвета больше нравятся. Они не обязывают ни к чему. Сюда можно любые сапоги, любые сумки. В общем-то, неплохо смотрится. И в этом пальто я чувствую себя очень свободно. Единственное, что меня смущает, оно тоненько и будет ли оно греть. Но сказали, что шерсть с кашемиром. Хотя у меня было пальто с кашемиром. И тоже было широкое когда-то. Ну вот, короче, смотрите, вы мне будете советовать, что... А я выберу. И через неделю-две будут новые поступления. Вот я обязательно зайду. И здесь ворот хорошо так закрылся. В принципе, можно даже без шерфика. Так, вот эта вот моделька мне понравилась из пальто больше всех. Она, конечно, и дороже всех, но она на мне сидит хорошо. Мне нравится, что она к низу к оконам сужается. В бедрах она мне нормальна. Наверху даже очень свободна. Но это неплохо. У меня толстые руки, и мне удобно будет двигать ими. Слушайте, не очень даже ничего. Хочу посмотреть, пожалуйста. А, вы нажали, да? Да. Ну вот еще дома с этим переспать надо. Но пальто, пройма хорошая. И длина. Вот если там длина у меня очень длинная, да, то здесь у меня получается как бы чуть-чуть покороче. И то, что надо. Спасибо. Так, ну, так, в принципе, как бы это... Это мой размерчик вроде как, да, но... Да, вот у нас даже 56. Да, ну как-то... Так, вот, если сбоку посмотреть. Мешковатит меня немножко. Хотя вроде как... А силуэт вообще мне идет. Ну, я думаю, что ничего, да? Утворотничек такой. Укоротить, конечно, надо, если кто-то скажет, что длинновато. Ну, в принципе, цвет это мой, да? Все-таки серый цвет это не идет. Я думаю, что мне пойдет сумочка тоже серая с бардом, да? Да, отлично. Неплохо сочетается. И тоже такой цвет питерского неба. Серого. Так, вот это маловато мне, конечно. Ну, посмотрите, что мне здесь нравится. Мне нравится здесь воротничок, потому что он не характерен вот для таких пальто. Это пуховичок, да? Пуховик обычно у нас с этими, с капюшонами или с воротником с тулечкой. А здесь вот такой, прямо как у пальто отложной. Интересный. Ну что, друзья, я вышла. Я вам покажу все, что я мерила. А вы мне скажете, что мне лучше приобрести. Вот так я сегодня выгляжу. В полный рост показать не могу, потому что забыла селфи-палку. И сейчас, по-моему, я выйду на Невский проспект. Ну, вот такой у меня день сегодня получился. Вот так. Продолжение следует...